Всем привет! Меня зовут Ирина. Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня посмотрим, о чем же вы узнаете со дня на день. Какая информация вам откроется, что высшие силы хотят вам передать, на что хотят открыть вам глаза, возможно. Давайте посмотрим. Итак, со дня на день. Какая информация к вам придет? На дне колоды. Карта солнца. Хорошая карта. И тут же фортуна у нас, колесо фортуны. Удача какая-то неожиданно вас посетит. Причем, знаете, связана с мужчиной ситуация. Это какой-то шанс. Шанс наводить отношения, шанс прояснить ситуацию, шанс сдвинуть с мертвой точки что-то. Вот по карте луна какая-то застойная ситуация у вас, да, что-то непонятное происходит. Не найдены причины, не ясные мотивы. Вас одолевают какие-то опасения относительно этого человека. Но они абсолютно беспочвены, эти ваши страхи и опасения. Потому что сама судьба через какой-то момент счастливый, через счастливое стечение обстоятельств, покажет вам путь к свету, да, ключ какой-то как будто бы дает вам прямо в руки, чтобы вы разрешили эту проблему. Чтобы вы, наконец, расставили все точки над «и». Здесь каким-то мужчиной, возможно, неожиданно, неожиданно могут быть расставлены все точки над «и». Вся та ситуация, которая сегодня находится в луне, не ясна ни вам, ни ему. Очень скоро как бы сама по себе уйдет, растворится. Вот была проблема, потом ее просто нет. Дает Вселенная шанс либо поговорить, встретиться, да, может быть, случайная встреча или какой-то незапланированный разговор, который разрешает ту проблему, которая сегодня кажется вам неразрешенной, глобальной какой-то задачей. Тут башня у вас была. Не так давно башня какая-то. Ну, посмотрите, башня закрывается девяткой кубков. То есть здесь то, что вы сегодня считаете потерей какой-то, проблемой глобальной, может быть, да, карты опять, в принципе, про это, по итогу обернется осуществлением вашего желания. Здесь вот какой-то шанс свыше вам дается, выпадает случайно какая-то возможность. Рыцарь кубков, колесо фортуны, какая-то случайная возможность, и девятка кубков еще, осуществить желаемое, вывести ситуацию с неким мужчиной на новый уровень. Неважно, кем вам приходится этот мужчина. Это может быть ваш любимый человек, сын, либо руководитель ваш непосредственный, коллега по работе, партнер по бизнесу, сосед по квартире или по дому. Ну, неважно, да, здесь вот прям сама сводьба вам бросает в руки шанс, чтобы раз и навсегда прояснить какие-то темные обстоятельства. Ну, здесь, во-первых, мужчина может себя проявить как-то очень неожиданно, может появиться по пажу кубков, или прислать смс там, да, где-то в мессенджере появиться вдруг, дать о себе знать. Вот она вы, да, королева жезлов. Вы как бы готовы действовать, и вы на самом деле ответите на его, вот это желание контактировать с вами, конечно. Вы готовы ответить и готовы общаться. Вы, может быть, ждете от него либо действия, либо решения какого-то. Вот просто, может быть, ждете звонка, да. Ну, вот будет, будет звоночек, проявится человек. Ну, вот все сложно, как-то запутано, да. Сейчас вам видится это так, что все очень сложно, запутано. Вы не понимаете его действий, вы не понимаете вообще причин происходящего. Но по итогу здесь объединение энергий и какой-то более легкий путь, начало более легкой дороги. То есть та проблема, которая сегодня для вас является прям какой-то сложной, но она несколько надумана, я бы так сказала. Если так вот разобраться, там ничего сложного нет. Карта Луна, она про цикличность. Она говорит о том, что часто нужно просто переждать ситуацию, да. Бывает так, что люди не понимают друг друга вот в какой-то определенный период времени. Ну, я не знаю, магнитная буря там была. Как будто здесь на пустом месте проблема. Здесь нет основания для проблемной ситуации. А если нет основы, то и проблема не является фатальной. То есть она разрешаема. И надо просто дождаться удобного момента, когда Вселенная даст шанс. Этот шанс вам выпадет. Шанс на начало нового этапа в жизни. Это как попытка еще раз пересмотреть отношения друг к другу. Может быть от этого мужчины какое-то предложение вам поступит, потому что рыцарь, господи, король, Жезлов и Паш Кубков. Это предложение от мужчины. Предложение, которое как вот встречное что-то, да. Человек проявляет инициативу, что вам приятно, вы ждете давно этого. И, в общем-то, это позволяет вам найти контакт, прийти к какому-то общему знаменателю. Ну вот меня смущает, правда, немножко карта Верховная Шрица. Она про что-то тайное. Вот что-то вы не знаете про этого мужчину. Что-то он вам не договаривает. Ну что, давайте откроем, конечно, да, его мысли. Покопаемся в его голове, что он там думает о вас вообще, что скрывает. Может, там женщина есть. Но не будем, конечно, забегать вперед. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что там в голове. Ну, во-первых, финансы, да. Ну, когда на мужчину падает финансовая карта, в общем, неудивительно, потому что финансовая сфера для мужчин – это способ самореализации и поддержки своей собственной самооценки. Это нормально. Конечно, он стремится заработать по рыцарю жезлов. Конечно, он стремится занимать какую-то должность, может быть, занять какую-то должность, может быть, закрепиться на какой-то должности. То есть человеку нелегко однозначно, но он старается. Он зарабатывает, он много работает. Скорее всего, работа является основной частью его жизни. Сам он жезловый, то есть очень подвижный. Он может заработать и достаточно неплохо, может быть, зарабатывает. То есть у человека есть цель. Цель – работать, цель – реализовываться, какие-то проекты реализовывать, что-то притворять в жизнь. Он занятой по жизни. Но у него закрыты глаза на более духовные вещи, на самом деле. Закрыты глаза. В голове одна работа, и вот эта его концентрация на работе, она, конечно, чрезмерна. Надо бы немножко рассматривать и другие сферы жизни. И вот здесь его подводит как бы интуиция. Именно потому, что он заточен часто, бывает, на деньги и заработки. И ставит во голове угла работу. За счет этого страдает духовная сфера его жизни. То есть сказать, что внутреннее самоощущение этого человека как счастливого, оно редко как-то ему, скажем, как объяснить. Редко он может почувствовать себя счастливым человеком. Хотя у него, повторюсь, есть очень многое в жизни. Есть работа, есть возможности зарабатывать, неплохо зарабатывает. У него стабильность финансовая, крепкая в жизни. Но не хватает духовности за счет того, что он погружен в работу. То есть нет вот этого ощущения счастья. Мужчины тоже хотят быть счастливыми. Если мужчины смотрят, это про вас. Как-то вы слишком чрезмерно погружены в работу. Понятно, что карьера – это сложный процесс. Этому процессу нужно отдаться полностью, но не уйти и от другой сферы жизни. Потому что, когда ты покоряешь вершины где-то в одной сфере, ты как будто наполовину счастлив. Нет вот этого ощущения полноценного счастья и благополучия в жизни. Нет этого здесь. Здесь человек по двойке мечей как будто сам в собой не в ладу. С одной стороны, он рассматривает для себя перспективы роста, карьерного заработка. С другой стороны, он вынужден признать тот факт, что у него сфера личной жизни, скорее всего, не устроена. И там он несчастлив. Ну, видите, да. Там он несчастлив. Пятерка мечей. Там он как-то вынужден бороться. То ли там конфликтная ситуация. Может быть, у него отношения сейчас есть с кем-то, но они там сложные, эти отношения. И он пытается отвоевать в этих отношениях свободу. Хоть на время хочет почувствовать себя свободным человеком. Но как будто ему не дают это сделать. Восьмерка мечей. Вот, мужчины, рядом с вами какая-то женщина есть. Скорее всего, вот я раскрываю карту. Верховная жрица. Верховная жрица про тайные манипуляции. То есть женщина, которая тайно вами манипулирует. Но женщины часто этим грешат. Поэтому пересмотрите свою личную сферу. Надо убрать желательно эту женщину из вашего пространства. Если женщины смотрят, ну тут есть повод подумать о сопернице. Возможно, вы знаете, что она есть. Может быть, не знаете. Но тем не менее, вот тень некой женщины, она как будто здесь проходит по раскладу. Но она как... Он, да, мужчина для нее как инструмент для манипулирования. Здесь мужчина, конечно, в личной сфере как-то вот недоработал. У него не хватает просто сил. Он вкладывается только в работу. Он приходит вечером, это когда там ночью. Может быть, поздно, скорее всего. И у него просто нет сил больше ни на что. Вот он падает на диван, там телевизор, что там. Как-то он отдыхает, расслабляется. И все. Он думать о личной сфере просто не может. И получается так, что эта сфера его жизни выпадает из его пространства. И он никак не может прийти к ощущению полноценного счастья. Вот такой мужчина. Ну, вы что-то вот узнаете, понимаете? Как узнаете что-то о нем? Узнаете, и это для вас как ключик. Как ключик. Вы понимаете, что эта информация... Ну, вот прям прилетела сама, и грех этим не воспользоваться, да? Паш Пентакли. Ресурс, ключик, который открывает дверь. Ну, который позволяет вам, в общем-то, полностью перезагрузить вашу ситуацию. А что там с той женщиной? Что там с той женщиной? Ну, там иерофант. Там дама заточена на традиции. Либо она его держит вот на... Знаете, вот в зависимости какой-то. Женщины, когда хотят удержать мужчину, часто его ставят в зависимое положение какое-то. Кучу на него каких-то долговых обязательств навешивают. Мужик выбраться из этого практически сам не сможет. Никогда. Здесь вот такое. Хотя, ну, она пытается спасать отношения, да? Вы видите, Пятерка Пентакли. Там спасать, по сути, нечего. Но она пытается. Там все очень сложно. Там нет чувств. Там ему вообще как бы некомфортно. Он уходит оттуда. Он вообще убегает, может быть, куда-то там на работу. Может и на работе там заночевать. То есть он игнорирует эту женщину. Он старается как-то меньше ее видеть. Потому что она его... Она его раздражает своей любовью. Какой-то очень навязчивой любовью. Чувства навязчивые проявляет. Он закрывается от них. Видите? Она ему кубок. Любовь мою возьми, меня возьми, да? А он говорит, нет, не хочу. Не хочу. Человек в печали, в грусти. Какая-то апатия у него. Нет стимула. Только работа в его жизни. То есть шансов у этой дамы нет. А вот вам судьба дает шанс. Не упустите его. Хорошо. Отношения к вам, мужчины, на сегодня. Давайте посмотрим. Одинок. Видите? Сразу тоска, одиночество, печаль по отшельнику. Одинок. О, посмотрите, какой он кубок вам готов. Он готов вам сделать счастлив. Вас сделать счастливой. Подарить вам что-то. Отдавать готов человек. Ну, это дорогого стоит. Ну, и хитрит тоже. Хитрит. Тут еще тот манипулятор. Манипулятор. Ну, вот он вас видит парой, видите? Королева кубков, король кубков. Но между вами, во-первых, по семерке мечей может какая-то его хитрость состоять. Он хитрит что-то, недоговаривает. Тут почему не действует? Почему отмалчивается? Почему долго не выходил на контакт и только сейчас выходит? Потому что он что-то скрывает. Он не хочет что-то говорить вам. Озвучивать какие-то обстоятельства или какое-то свое положение зависимое. Какие-то проблемы свои. Не хочет он вам об этом говорить. Не хочет загружать вашу головку этими заботами. Но это говорит, конечно, об одном, что человек вас ценит. Здесь вот интересно, да, карты не столько про любовь, вот в прямом смысле этого слова, не столько про страсть, сколько про какое-то внутреннее, знаете, уважение, преклонение перед вами, как вот перед женщиной. Но так должно быть, так должно быть. Он может этого не показывать. Вам мужчины часто стесняются такого отношения. Иногда боятся просто попасть в зависимость от женщины, да, боятся, что ему будет управлять женщина, поэтому не показывает свои чувства. Ну, карты открывают нам всю подноготную, да, все, что сегодня в его голове. Поэтому вот его истинное отношение к вам. Ну, также семерка мечей, конечно, может говорить о наличии третьих лиц. Ну, главным образом о той женщине, которая у нас верховная жрица, тайная женщина. Ну, в смысле, как тайная? Тайная манипуляторша, да, она рядом с ним сегодня. Но, помимо всего, эта женщина является на сегодняшний день для вас серьезной преградой. Семерка мечей выпала между вами, королевой кубков, и между мужчиной, королем кубков. Это мощная преграда. Это гора, которую сдвинуть, подвинуть пока невозможно. Ну, вы вернете себе этого мужчину. Ну, как сказать, вернете? В смысле, здесь Вселенная возвращает вам этого человека. Вам дается свыше шанс. Какая-то дорога, знаете, которая открывается внезапно. И женщина это не ждет верховная жрица. То есть она не сможет обложить его очередной порцией обязательств для того, чтобы удержать в этом своем пространстве. Не сможет. Как-то вот он выскользнет, мужчина, из-под ее лап, да. Ну, вот он, да, вот он появляется. Ну, как раб там. Как раб. Он, смотрите, быстро здесь принимает решение, возможно, вот по восьмерке жезла, да, резко, неожиданно для себя. Или просто больше похоже даже, как на вот использует какой-то шанс. Ну, вот я говорю здесь, какой-то случай счастливый, которым он воспользуется. И вы как-то быстренько среагируете. И это поможет вам объединиться вновь. И, ну, вот эта соперница ваша ничего не сможет сделать, потому что по итогу солнце. Это выход отношений на новый уровень. Это воссоединение. Это когда люди чисты друг перед другом, да. Вы прояснили все моменты, и вы поняли, что вы вновь хотите быть вместе. Вот такой расклад. Надеюсь, кому-то информация была полезной. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok